История любви Королеве пора отдохнуть Завтра Сделай это завтра Что сделать? Отвези меня в церковь Я поставлю за нее свечку Хорошо Обязательно Бедняжка Я не уберегла ее предательство Совместное производство компании Телесинко, Сонотекс и Телефе Продюсер Рауль Лекуна Катрин Фулоп и Карлос Мата В фильме История любви Авторы сценария Даниэль Дельбене и Альберто Баррера В фильме снимались Мабель Ландо, Генри Сакко, Мануэль Карилю, Дебора Уоррен, а также Марта Альбертини, Куга Кассианси, Альфредо Сэмма, Карлос Мэна, Альхандро Гавиланес, Инесс Мулина, Эдда Бустаманте, Асфальдо Саботини, Оскар Бочча, Эухения Бонель, Гаспан. Эстон Карвалио, Адриана Алькок, Исабель Спаньола, Ива Куцариди. Режиссер-постановщик, Тато. Флехер. Ты о ком, бабушка? Анна Пачеко. Не волнуйся. Такая добрая. За что она страдала? Это мама. Она... Теперь она... Фельдис счастлива. Фельдис счастлива. И так будет всегда. Ну ладно. Пора спать. А завтра мы вместе сходим в церковь. Да? Да. Мне с ним так спокойно. Так хорошо. Ты влюблена без памяти. Андрес перевернул всю твою жизнь, Барбара. Да. И я об этом не жалею. Еще бы. Хватит надо мной смеяться. Просто я вспоминаю прежнюю Барбару. Суровую. Неприступную. Ужас. Да. Ужас. Просто злючка. Давай лучше не будем вспоминать. Теперь я счастлива. Не сомневаюсь. Только вот папа меня беспокоит. Я его не понимаю. Барбара. Для него ты осталась маленькой девочкой. У тебя первая настоящая любовь. Он в тюрьме. И ему за тебя неспокойно. Нет. Боюсь, что дело совсем в другом. Барбара, Барбара. На твоем месте? Я бы так не переживала. Надо быть на седьмом небе от счастья. Да, вот ты очень часто теряешь голову. Теперь ты без ума от Мартина. Не напоминаю, он негодяй. Да. Но я ни за что не поверю, будто ты выбросила его из головы. Вообще-то, он мне никогда особо не нравился. Конечно, совсем не нравился. Скажи еще, что на горизонте появилась новая звезда. И ярко светит тебе. Маги, не смеши меня, пожалуйста. Маги! Ах так! Слезай отсюда! Это настоящий шантаж. Остынь, прошу тебя. А ты ждала, что я буду вести с тобой светскую беседу? Тем пирамент можно проявлять и по-иному. Ванесса, я должен выяснить, кто пишет эти анонимки. Помоги мне, я очень тебя прошу. Ты похож на нервную дамочку. Можно подумать, что только у тебя есть проблемы. У кого еще? У меня. А это не мог сделать твой муж? Или другой любовник? Я сама разберусь. Ты меня отверг. С какой стати я буду тебе помогать? Постой! Для меня это очень серьезно. Понимаю. Раньше ты был смелым и дерзким, настоящий мужчина. А когда возникли проблемы, запричитал. Теперь понятно, кто ты на самом деле, Хавьер. Твоя тетя? Она узнала? Нет. Но и все гораздо хуже. Я сама ей рассказала. Кто же так поступает? Ты призналась, что встречаешься с женатым мужчиной? Мне казалось, что она современная женщина, без предрассудков. Впрочем, она стала меня подозревать. Все равно пришлось бы рассказать. Что было дальше? Мы не на шутку подссорились. Дошло до крика. Она позвонила моей маме. И разразился грандиозный семейный скандал. Ты сама во всем виновата. Запуталась в собственных тайнах. Ты меня с ним даже не познакомила. Нет, Хулита. Лучше не проси. Почему? Я же твоя подруга. Вот именно. Ты моя подруга. Как ты не понимаешь? Мне очень стыдно. Ладно, ладно. Не бойся, я не настаиваю. Я знаю, что тебе трудно. Что ты решила? Не знаю. Не знаю. Мне теперь даже некуда идти. Хотя... Мой знакомый, мой друг, готов снять для меня квартиру. Что? Нет. Неужели ты на это согласишься? Хочешь стать содержанкой, Маринес? Потеряла гордость? Я этого не допущу. Я pizza. И вот divide тебя. Хочешь людям? Не знаю. Я. Как будь находчивее. Ты совершаешь глупость за глупостью. Зачем ты пришел сюда? Ты же позвонила с просьбой о срочной встрече. Ты циник. Ты боишься, что муж услышит? Скажи, а ему нравится музыка Гарделя? Глупа, Августа. Глупа, а также и затея с анонимками. С какими анонимками? Августа! Герман! Герман! Ванесса, что же ты не предупредила? Мы собирались встретиться в офисе. У меня возникли неотложные дела. Поэтому я и пришел. Герман, вот конверт с двумя новыми проектами. Взгляни, пожалуйста. Сейчас. Пора сдвигаться с мертвой точки. Это весьма заманчивое предложение. Изучи внимательно. Очень внимательно. А где Сергио? Уехал еще утро. Андрес? Не знаю. Пойду поищу, Ванесса. Сделай кофе. Сейчас прикажу Хуаните. Тебе кофе с мышьяком. Ты начиталась с романов. Что за конверт ты дал Герману? У тебя мания преследования. Правильно. Нельзя терять бдительность. Ни на минуту. Никогда. Это действительно новые проекты. А ты испугалась. Хватит, Августа. Не зли меня. Ты говорила об анонимках. Чего ты добиваешься? Зачем тебе это надо? Пока что даже не представляю. Но это очень увлекательно. Как будто я играю славную роль в запутанной мистической драме. Кассеты, пленки, письма. А что твой любовник говорит по этому поводу? У него тоже есть семья? Привет, милые. Все хорошо? А у вас? Есть проблемы? Отлично. Просто замечательно. Как дела, моя прелесть? Хорошо. Сделай мне одолжение. Когда принесут почту, любую, рекламу банка Инда Китай, бразильского кофе или немецкого пива, тут же сообщи мне. Ладно. Сделаю. Славно. А к телефону тебя звать? Конечно. Но спроси, кто звонит. Да, договорились. К чему такие предосторожности? Похоже, ты нервничаешь. Что хочу, то и делаю. Могу нервничать, орать, прыгать от восторга. Отстань от меня, Бернарда. Хорошо? Хорошо. Ну и настроенница. Кошмар. Тави! Рикарди, то как дела? Как успехи? Угадай. Никак. Вот твой контракт. Августо, Бернарда тебя оставила? Она куда-то вышла. Здравствуй, Августо. У тебя новые предложения? Надеюсь, они вам понравятся. Затея с коммерческим центром оказалась слишком сложной. Сложности возникли по твоей вине. Что было, то было, а нам надо думать о будущем. Да, да, Герман. Давайте вместе работать. И забудем прошлое. Так, Андрес. Андрес. Мы пережили немало неприятных моментов. Но ты должен мне доверять. Просе, Августо. Но я еще подумаю. Я не замешан в похищении. Но ты пытался заставить людей продать свои дома. Кому еще это было нужно? О чем вы говорите? Не обращай внимания. Ничего особенного. Все в прошлом. Кое-какие недоразумения. Это больше никогда не повторится. Рикардо, я же сказал, я не могу, не могу. Хави, ты даже не хочешь меня выслушать? Ну, давай. Решайся. Это хороший проект. Не надо. Не настаивай. А то я выдаю себя. Я же сказал, я до смерти боюсь всех этих телекамер. Я теряю голос. Это непростительная ошибка. Ты бежишь от славы, от признания, от поклонников. Вот именно бегу. Ты правильно заметил. Прошу тебя, уходи. Идея. Идея, Хави. Да, точно. Мы сделаем это на кабельном канале. Его смотрит самая изысканная публика. На каком канале? Фемина. Ужас. Как это будет называться? Мне нравится быть женщиной. Как я мечтаю, чтобы ты ушел. Уходи, Хави. Я все организую. Рикардо, не надо, умоляю. Хави, не волнуйся. Все будет хорошо. Увидишь. Пока. Хави. Хави. Звонили. Кто? Синьор Ванеса. Спасибо. Не за что. Ты ищешь работу? С какой стати? Зачем тебе работать? Ты же порядочная девушка. Разве работают только непорядочные? Я тебя не понимаю, Хения. Не понимаю тебя. Мне плохо. Тоскливо. Я хочу изменить свою жизнь. Ах, милая. Послушайся моего совета. Не ищи работу, лучше найди себе жениха. Я и так встречаюсь с Хорхем. Только до тех пор, пока отец не знает, и мое мнение тебе известно. Я не хочу обсуждать эту тему. Я тоже. Я не хочу, чтобы ты разбила еще одну вазу. Я не могу понять, Хения. Мы растили тебя во французском монастыре, а ты влюбилась в простого служащего. Серь, не надо. Перестань. Да что с тобой, Алисия? Мы на работе. Я боюсь, вдруг кто-нибудь войдет. Меня это возбуждает. Ты разве не чувствуешь? Алисия! Алисия! Синьор Мачадо? Что-то не так, Алисия? Все в порядке. Я просто занесла синьору Сергию кое-какие бумаги. Извините. Да. Берни! Где ты пропадаешь? Тебя искал Хави. Видишь ли, у меня возникли неотложные дела. Что-то случилось? У нас полно работы, клиенты так и идут. А еще была твоя клиентка, которая похожа на дикобраза. Что ей опять надо? Хави был в отчаянии. Какой сюрприз, как дела? Хорошо. Можно узнать, где тебя носят. Ну, запомни, будешь дуться, утешать тебя никто не станет. Ясно? Ясно. И еще, я вычту из твоей зарплаты за все телефонные разговоры. Можно подумать, что я один разговариваю. Не важно, это, кстати, мой телефон. Привет! Как дела? Рад тебя видеть. Как дети? Хорошо. Вот и прекрасно. Продолжайте. Расслабься, Ванесса, пожалуйста. И постарайся сосредоточиться. Я хочу знать все, Матильда. Что будет со старухой? Где кассеты? Кто посылает анонимки? Что творится с Сергеем? И еще. Все, Ванесса. А то случится короткое замыкание. Агата не справляется с таким объемом информации. Прежде ты была терпимей гораздо. Что там? Ну, посмотри, что там. Что? На экране сплошная неразбериха. Ты очень напряжена. У тебя слишком сильное энергетическое поле. И что? Что это? Множество вопросов. И множество угроз. Они таятся повсюду, Ванесса. Будь очень осторожна. У тебя много врагов. Кто там? Ну, хоть когда-нибудь меня оставят в покое. Мне срочно нужно к тебе. Ну, что еще случилось? Не знаю, как и сказать. Я понял, милая. В массажном кабинете собралась толпа, и тебе нужна моя помощь. Так? Это личное дело. Что это? Взгляни. Взгляни. Где ты это взяла? Пусть она поступает так, как хочет. Каким ты стал уступчивым? Во всем соглашаешься с Иухеней, с Хорхе. Только не со мной. Не заводи старую песню. Послушай. Мне очень одиноко. Меня никто не замечает. Ты даже не смотришь на меня. Исабель. Наш медовый месяц уже кончился. Но мы муж и жена. Хотя порой я тебя совсем не узнаю. Правда? Мне кажется, что ты меня больше не любишь. И более того, что у тебя есть другая. я чувствую, что у тебя есть любовница. Исабель. Дорогая. Как ты могла такое подумать? Ты моя жена, мать моих дочек. Ты мое сокровище. Надеюсь, это не просто слова. У тебя, правда, никого, никого нет? Привет. Хулита, Маринес. Вы решили куда-то поехать? Нет, мама. У Маринес возникли проблемы. Она поживет у нас. Что? Ты против, Августе? Маринес, лучшая подруга Хулиты. Да. Ей сейчас нет ни жить. Я решила пригласить ее к нам. Спасибо. Маурисия, снимай пока без меня. Я сейчас. Энтро-ту, продолжаем. Красивая была служба, правда? Ты рада, что мы пришли. Тебе стало спокойнее? Да, конечно. Спасибо, Андрес, за внимание ко мне. Ну что ты, бабушка? Андрес! Барбара? Не ожидала тебя здесь встретить. Я пришел вместе с... Ты представишь эту очаровательную девушку? Конечно, это Барбара. Здравствуйте, синьора. А как ваше имя? Амелия. Меня зовут Амелия. Очень приятно. Барбара, мы были в соборе. А ты, кажется, работаешь? Да, любимый. Какой ты сегодня красивый. Я тебя таким не видела. Я надеваю этот костюм в особых случаях. Я тебя таким не видела, и мне кажется, что ты должен надевать его гораздо чаще. Правда, синьора? Конечно. Он очень тебе идет. Верно. Ты придешь сегодня к нам на ужин? Конечно, увидимся. Да, милый. Мне пора бежать. Рада была познакомиться. До свидания. До свидания, милая. До свидания. Вы прекрасно смотритесь вместе. Это твоя невеста? Знакомая. Знакомая. Разве на знакомых смотрят такими влюбленными глазами? Может, я и не слишком хорошо соображаю, но пока не ослепла. Бабушка, мы всегда понимали друг друга без слов. И всегда были искренни. Ты мой самый лучший друг. Тогда ни о чем меня не спрашивай. Ты сама все понимаешь. Да, милый. Договорились. А знаешь, вы очень красивая пара. Ладно, пойдем скорее. Папа, ты против того, чтобы Маринес у нас пожила? Я подумал... Ну, почему ты думаешь, что папа против? Сколько раз Маринес ночевала здесь, когда вы еще учились в школе? Мне показалось. И Хулита не раз ночевала у меня, а вчера у меня оставалась Элгения. Маринес стала нам как родная. Правда, Августа? Да, конечно. А из-за чего ты поссорилась с тетей? Ах, Августа, как можно задавать такие вопросы? Да уж, пойдем, Маринес, приготовим тебе комнату. Извините. Что с тобой, Августа? Ты даже побледнел. Тебе так не нравится, что Маринес осталась у нас? Понимаешь, я не хотела. Я нашла это, потому что... Говори же, говори. Я нашла это, только не подумай, что я рылась в чужих вещах. Просто... Говори. Хватит меня мучить. Я больше не могу. Где это было? У кого? У Бернарда. Что? Бернарда? У Бернарда? Я не говорю, что Бернарда посылает анонимки, но письмо выпало из его вещей. Конечно, он их просто коллекционирует, заботится обо мне, перехватывает, чтобы я ничего не узнал. Какой подлец. А притворялся другом. Так это Бернарда. Пожалуйста. Что? Не говори, что я нашла. А то выйдет нехорошо. Дорогая, кто хозяин салона? Я. Я не дам тебя в обиду. А теперь возьми себя в руки, вступай, тебя ждут клиенты. Ладно. Будь спокойна и еще. Послушай меня. Да. Не дрожи. Хорошо. Веди себя, как ни в чем не бывало, иначе он догадается. Поняла? Да. Спасибо, милая. Подлец. Полный идиот. Ревнует. Некоммерческая организация Jewish Union of Russia Ведь тебе не нужен помощник? Так предложи Мануэлю поработать. Не подумайте, что это предубеждение, но что? Вы же знаете. Не знаю. Скажи, тебе не нравится Мануэль? Барбара замечательная девушка. Лучшая подруга моей дочери. Мы благодарны ей. Она помогает нам восстановить дом. Правильно. К тому же, Маки сейчас живет у нее. Да. Но вы же знаете, падре. Все знают. У Мануэля не лучшие дружки. Поэтому ему и нужна работа. Только тогда он сможет стать другим. Господь дает тебе возможность помочь своему ближнему. Об этом говорится в Писании. Надеюсь, ты не забыл? Я помню. А еще там сказано, дай хлеба голодному, дай напиться страждущему. Но не денег. Давай разберемся. Взяв его на работу, ты дашь ему хлеб насущный. Ты думаешь, что в Евангелии говорится лишь о миске с супом? Нет, Педро. Это метафора. Это есть любовь к ближнему. Нет, падре, послушайте меня. есть еще один резон. Куда более существенный, чем все Писание. Ты не можешь таскать ящики один, Педро. Ты уже не в том возрасте. Ладно, уговорили. Я попробую. Надеюсь, что не пожалею. Нет, не пожалеешь, я тебя уверяю. А Господь тебе воздаст. Привет, Маги. Барбара, ты уже? Ты считаешь, я рановато вернулась? Я просто падаю от усталости. Подумаешь, обычное дело. Послушай, Маги, у меня есть новость. Нет, сначала я расскажу свою. У меня очень важная новость. Важнее, чем работа для Мануэля. Работа? Да. Я попросила папу, Мануэль будет его помочь. Ты рада? Потрясающе, Маги. Я же говорила, что все будет в порядке. Умница. Как же я тебе благодарна. Ладно, давай присядем. А какие у тебя важные новости? Сейчас расскажу. Когда нас снимали, недалеко от собора я встретила Андреса. Как? Да. Какое совпадение. Только что в этом сверхъестественного? Самое интересное только начинается. Он был там не один. С Андресом была сеньора. Пожилая дама. Она держала его под руку. И видно было, что это дама из высшего общества. Да, и от него исходил какой-то лоск. Он был в таком шикарном костюме. Правда? Привет, мама. Уже вернулась. Здравствуй, Герман. Я думал, ты еще в соборе с Андресом. Очень красивая девушка. Девушка? Какая девушка? Невеста Андреса. Невеста Андреса? Ты ее видела? А что ты имеешь против, Маринес? Нет, нет, я ничего не имею против. Оставьте меня в покое. Мне нужно работать. Не пытайся от меня отделаться. Я тебя знаю и вижу, когда ты чем-то недоволен. Я всем доволен, все хорошо. Нет, неправда. Какая проницательность. Да, я недоволен. А теперь дай мне поработать. Нет, объясни, чем ты недоволен? Чем? Выходкой, Маринес. Мне это не нравится. Когда они были детьми, Маринес часто ночевала у Хулиты. Да, это так. Но теперь они выросли. Зачем ей жить у нас? Ты прекрасно знаешь, она поссорилась с тетей и не может оставаться дома. Август, мы должны ей помочь. Хорошо? Давай поможем. И потом прошу тебя учти причину скандала. Я ее знаю. А как же? У нее был роман с женатым мужчиной. О-о-о. И за это ее выгнали? Ну, конечно. Бедная девочка. Если бы я встретила этого типа, я бы его растерзала. Ну, ты же не знаешь подробностей. А ты? Нет, нет. Откуда мне знать? Но, возможно, это она его мучает своей любовью. Представляю, как ему нелегко. Она наверняка хочет, чтобы он оставил семью. Вполне вероятно. Ну, конечно. Теперь мы должны пожалеть этого негодяя. Ты его защищаешь? Нет, нет. Ничего. Я даже не знаю, кто он. Просто ты стараешься изобразить Маринес жертвой. Но мы же не знаем, как обстоят дела. Вот и Хорке. Наконец-то. А почему он заходит с черного хода? Потому что он мой служащий. Не беспокойся, Сабель. Я не беспокоюсь. Если ты ему всецело доверяешь, пойду посмотрю, все ли в порядке у Маринес. Хорошо. Хорошо. Иду. Иду. Хорке, проходи. Я решил, что тебя нет. Надо было уладить кое-какие семейные дела. Я общался с Сабель. Садись. Хорке, у нас с Мачадо намечается новый проект. Я видела ее сегодня утром. Очень красивая девушка. Мама. Андрес представил ее официально? Они договорились встретиться, чтобы пойти к Мессе? Нет, нет. Хотя, может быть. Не знаю. Не знаю. Нет. Моя голова. Тише, успокойся. Все хорошо. Соберись. Как зовут эту девушку? Как ее зовут? Да, как? Приди в себя, мама. Сынок. Пожалуйста, не кричи на меня. У меня голова раскалывается. Хорошо, хорошо. Прости меня. Скажи, как ее зовут? Вспомни. Может быть, ты уже слышала это имя. Имя? Да, конечно. Имя. Она сказала нет. Не знаю. Голова. Ничего не помню. Не помню. Ах, да. Вспомнила. Ее зовут... Ее зовут Анна. Анна? Анна? Да. Анна. Красивое имя и красивая девушка. Да. Анна. Анна Пачеко. Анна Пачеко была моей женой. Она умерла. И там умерла? Тебе надо только выгружать ящики. А я буду вести расчеты с получателями. Договорились? Да, да, конечно. Это совсем не сложно. Конечно. Не сложно. Правда, Буэнос-Айрес большой город. И нам придется много ездить. Ничего, Педро. Я не боюсь работы. Рад это слышать. Да, но мы еще не говорили о... О зарплате. Да, да, именно. Ясно. Видишь ли, она не так уж велика. Увы, не надеясь я стать миллионером за один день. Я и не надеюсь. Мне нужны деньги на карманные расходы. И чтобы немножко отложить, если однажды я... А, если решишь жениться. Да, хотя об этом думать пока рановато. А у тебя есть невеста? Нет, пока нет. Но обязательно будет. Мартин меня больше не волнует. Он слишком напыщен. Как и все эти... Богатые красавчики. Просто он не обращает на тебя внимания. Ты не права. Барбара, если завтра Мартин пригласит меня на свидание, знаешь, что я отвечу? Что? Пусть катится на полюс к пингвину. Ну ты и скажешь. Маги, послушай, если Мартин пригласит тебя на свидание, ты тут же напялишь свое лучшее платье. Давай-ка лучше вернемся к разговору о тебе. А по мне? А вас с Андресом. Ты же встретила его с какой-то синьорой. А-а-а. Не делай вид, что уже забыла. А-а-а. Даже не знаю, Маги. Я очень удивилась. Представь, Андрес идет под руку с настоящей синьорой. Он был к ней так внимателен. Но... Что? О чем ты подумала? В том-то и дело, не знаю, о чем думать. Все произошло очень быстро. Я ничего не поняла. И он тоже торопился. А может, это его родственница? Родственница? Да. Ты думаешь, она поняла, что Амелия твоя бабушка? Нет, но наверняка заметила мое беспокойство. И как назло, я был одет отнюдь не как механика. Наконец-то, Барбара встретила настоящего Андреса Мачадо. А то бедняжка думает, что тебя зовут Андрес Гутьеррес. Мне не до шуток. Все это неприятно. А отец Барбары запрещает сказать ей правду. Мне это надоело. Но это опасно. Ведь он так тебе сказал. Тебе удалось что-нибудь выяснить? Да. К отцу Барбары ходил Падре Роман. В тюрьму? И что он узнал? Ничего. Как? Ты только что сказал, что у тебя есть новости. Понимаешь? Падре мне не признался. Но я уверен, что ему что-то известно. Раз он мне не сказал, значит, это и правда серьезно. Нет, ты что-то начинаешь придумывать. Тебе всюду мерещатся тайны. Правда, Андрес. Скоро все станет на свои места, и ты расскажешь Барбаре всю правду. Барбаре всю правду. Надеюсь. Конечно. Обязательно. Надейся на лучшее. И не грусти. Знаешь, что я умудрился сделать? Я починил пианолу. Ну-ка, сыграй нам. Я не в настроении. Да что ты, что ты, сейчас мы тебе его поднимем. Давай, сыграй. А все тебя послушают. Начинаем. Слушайте все, играет гений. Чушь. Что-то женщина пробудила в тебя мужчину. Ну, идиот. 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 Ты не знаешь, что творится с Глорией? С Глорией? Не знаю. Разве с ней что-то не так? Она какая-то странная. И смотрит на меня с подозрением. Бернардо, как тут дела? Работайте, работайте. Зайди ко мне. Нам надо поговорить. С глазу на глаз. Мануэль. Мама, я сказал, что не хочу есть. Ты должен нормально питаться. А не гулять все дни напролет со своими дружками. Ну, не ворчи. Все, Мануэль. При чем тут мои друзья? Ты знаешь, где я был? Ты даже не представляешь. Я устроился на работу. Мануэль. Это правда? Да, не такой уж я идиот. Кое на что гожусь. Вот славно-то. Ты не представляешь, как я рада. Маги, Барбара. Мануэль нашел работу. Ты виделся с Педро? Да, я только что от него. Отлично. Ты знала? Да, мы знали. Это я попросила отца. Вы договорились? Да, спасибо. Я так тебе благодарен. Честное слово. Фильм к эфиру подготовлен отделом дублирования государственной телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал». Перевод Ольги Шишковой. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Татьяна Иванова, Юрий Раткевич, Александр Баргман, Вадим Никитин. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Юрий Раткевич, Александр Баргман, Вадим Никитин. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Юрий Раткевич, Александр Баргман, Вадим Никитин.